Этих людей очень мало. Единицы. Они были и будут всегда. Они живут на разных континентах, поклоняются разным бокам. Но все они обладают силой, которой нет объяснения. Их слова называют пророческими. Их дела порой противоречат законам физики. Наш проект о них. Таинственных избранниках свыше. Людях силы. Боливия. В Андах на высоте 4000 метров расположено одно из самых знаменитых озер мира – Титикака. К его южному берегу примыкает один из древнейших городов Нового Света – Тиуанака. Такое же название получила и вся южноамериканская цивилизация, которая зародилась здесь еще до нашей эры. Древней и славной культурой Тиуанака считалась уже во времена инков. Прежние обитатели были искусными строителями. Они воздвигали стены, подгоняя камни так, что между ними до сих пор невозможно просунуть и лезвие ножа. Кроме того, они изобрели удивительное акустическое приспособление, полностью повторяющее лабиринт человеческого уха, с помощью которого действительно можно услышать шепот на расстоянии до полутора километров. Загадочный старинный город только кажется мертвым памятником ушедшей цивилизации. Вы обидите местных жителей, если скажете, что Тиуанака – это руины. Это место Тайпи-Кала, это священное место, здесь сильная энергетика. Вот, например, тут есть круглый камень. В июне он накапливает столько энергии, что даже останавливает все часы вокруг. Это особенное место, здесь человек испытывает невероятное чувство уверенности в своих силах. Тут мы находимся в постоянном контакте с силами нашей природы, матери Земли. И это не просто слова. Тут регулярно проводятся традиционные церемонии. И хотя научная общественность без энтузиазма относится к обрядам на археологическом памятнике, по особым праздникам здесь собираются амауты – знающие люди, мудрецы, высшая каста среди анских избранников духов. А в обычные дни, если есть необходимость, обряд совершается за стенами. Это обряд тишины. Просьба о благоволении в начинаниях. Потомки европейских переселенцев на протяжении веков не считали индейское население равноправным, не заботясь о доступности для него благ цивилизации. Как ни парадоксально, именно это и позволило коренным народам сохранить древние знания, помогавшие выживать в этом регионе на протяжении многих столетий. В Боливии нет выхода к морю, но это вот самый центр, самое сердце вот этой древней цивилизации. Поэтому колдуны здесь сохранили свои удивительные традиции. А ведь традиция шаманства, лечения, вот всяких колдовских приемов, они восходят, ну, наверное, еще зарегистрированы во втором тысячелетии до нашей эры. Археологи показали, что уже существовали и использование растений, и трепанация черепа для воздействия на мозг, и очень много всяких других приемов для того, чтобы оказывать вот такие вот колдовские услуги. Вот что град наделал. Все побил. Початки совсем нежные были. Не знаю, что будет. Земля Дони Форте Мендес – небольшой надел, принадлежавший нескольким поколениям ее семьи, из индийского племени Аймара. Крестьянка обычно неплохо сама справляется со своим хозяйством. Но этот год принес большую беду. Редчайшее явление в этих краях – град. Выпавший две недели назад, похоже, оставит ее без главных продуктов на столе. Пострадали традиционные культуры – маис и картофель. Второй раз картошку придется сажать. Через недельку попробую посадить. Жду пока. Удобрить вот надо. Из-за грады ничего не взошло. Как похоронила. Замерзло там все. А так хорошая земля. С трех ведер пять мешков дает. Вот на год мне как раз и хватило бы. Лук у меня, морковь растет. Но в этом году я мало сеяла. Там вон посадила редис, морковь. Так куры мои поклевали. Все поклевали. Хотя Доня Форте и смеется, но для нее случившаяся почти катастрофа. Пусть в Боливии можно снимать и три, и четыре урожая картофеля в год. Силы-то уже совсем не те. Жаловаться этой трудолюбивой 70-летней женщине совсем не свойственно. И слова она подбирает с трудом. Но тяжелые мысли лишили ее покоя. Жизнь такая. С утра-то я себя хорошо чувствую, спокойно. Работаю, работаю. Там посеять, здесь прополоть. А вечером все по-другому. Настроение. Боюсь я, вот что. Дух Ахауи Ньянка, то есть злой дух, завладел телом Доньи Форте и подорвал ее здоровье. Физически и душевно ей очень тяжело. Каждый день ее мучает чувство безысходности и подавленности. Мы бы привычно назвали это состояние словом депрессия. Для коренных жителей Анг всегда было и продолжается оставаться естественным обращаться в таких случаях. Не к психологам и фармацевтам, а к целителям. Да и зачем Донни Форте дипломированный врач-горожанин, если всего в 10 километрах живет известный колдун. Хампери Карлос Прада. Человек силы. Молва о Карлосе Прада разошлась далеко за пределы его родной Кочебамбы. Дело не только в его уникальных способностях. Хампери хоть и не получил университетского образования, всю жизнь увлеченно занимается изучением местных лекарственных растений. Он легко оперирует их латинскими названиями. Глубина знаний Дона Карлоса просто поразительна. Побывав у Донни Форте и поговорив с ней, целитель обдумывает план лечения. Практически у всех народов есть свои обряды, направленные на нормализацию душевного состояния человека. У индейцев Аймара эта церемония носит название Пичара. Пичара – это церемония, которая означает гармонизацию или очищение. Очищение в том смысле, что тело страдает от плохого духа, то есть находится в угнетенном состоянии по причине каких-то проблем. И это может произойти с любым человеком. Считается, что здоровье человека зависит от равновесия между состоянием тела и души. И церемония Пичара призвана восстановить этот баланс через воздействие на все пять органов чувств. Население современной Боливии, конечно же, отличается от, скажем, того, что было до появления испанцев. Поэтому традиции, конечно же, отчасти смешаны. Но, тем не менее, все-таки истоки лежат вот в той древней индейской, отработанной тысячелетиями традиции. В первую очередь, это, конечно, использование растений. Для каждого человека целебные смеси изготавливаются индивидуально. Ради Дони Форте Карлосу предстоит совершить целое путешествие в соседний департамент Ла-Пас, где Брухас, местные ведьмы и колдуньи всегда славились умением заготавливать секретные зелья. Но сначала целитель отправляется высоко в горы, за редким деревом. Здесь, в месте, называемом Инка-Чака, то есть Мост Инков, человек, не обладающий специальными познаниями, теряется в биологическом разнообразии. Однако Карлос чувствует себя как дома, среди этих горных лесов. Здесь, где над прозрачным озером рождаются облака. Эта скала в провинции Чапара считается Уака, то есть священным местом. Местные жители полагают, что и подниматься на нее позволено лишь колдунам и целителям. Простому смертному там делать нечего. Впрочем, даже избраннику духов необходимо предупредить покровителей о своих намерениях. Надо четко понимать, что сначала идет вот это вот установление контакта с тем миром. Считаются ли это боги, божественные предки, покровители? То есть прежде всего надо с ними вступить в контакт. Для этого делается какое-то подношение, скажем, сжигаются листья коки. Они раскладываются в определенном порядке, чаще всего против часовой стрелки. И вот этот дым идет и уже призывает богов для того, чтобы они поучаствовали в процессе. Ни одно маломальски серьезное дело не обходится без обращения к Пачамаме – духу про Матери-Земли. Карлос совершает обряд, в котором просит Пачамаму не гневаться за то, что забирает дерево и объясняет, с какой целью его будет использовать. Сгорая, его щепки дадут густой тяжелый дым, открывающий человека для общения с иным миром. Но большую часть ствола Целитель превратит в лекарство от многих разных недугов, как это делали его предки. Своим дыханием Карлос передает через священные листья послание духу. Их же оставляет в качестве своеобразной платы этому месту засрубленное растение. Эта местность почти заповедна. В разряженном чистейшем воздухе лишь аромат листьев, смолы и влажной травы. Здесь целебные растения-эндемики находятся в экологически идеальных условиях. И Дон Карлос пользуется случаем, чтобы пополнить свои лекарственные запасы. В тишине и спокойствии изумрудной зелени инкачаки трудно поверить, что уже на утро Хампери ожидает огромный и шумный город. Ла-Пас. Крупнейший город Балинии. Фактическая столица страны. В самом центре современного суматошного города расположился знаменитый рынок Вени. Это целая улица магазинчиков, где продаются амулеты, растительные сборы, пузырьки с зельями, ритуальные фигурки, курительные смеси, ароматические смолы. Сюда непременно заглядывают любопытствующие туристы. И их интерес ушлые торговцы с надобьями удовлетворяют с легкостью и без особых затей. Приворот, отворот. Вот эти капли для денег, а те от сглаза. Этим сводить мозоли, а тем морщины. Рядом порошок от вражеских происков. Он же сгодится от метеоризма. Самые популярные у туристов средства, конечно же, от мужского бессилия и облысения. Словом, витрины рынка ведьм практически повторяют рекламные блоки телевизионного прайм-тайма. И эти лекарства действительно работают, но не без побочных эффектов. Например, вот головную боль снимают тем, что предлагают понюхать порошок из местного дерева. И головная боль действительно от этого порошка проходит. Но потом зато наступает очень тяжелое состояние сонливости. Но об этом, например, нигде не пишется, ни в каких фармакологических справочниках. Это вот то самое, что есть древняя медицина и которая еще достаточно мало изучена. Но настоящего целителя хампери эти заманчивые этикетки, разумеется, не привлекают. Дон Карлос приходит к рекомендованной торговке. Она из народа Аймара, а сам целитель Кечуа. При кажущемся сходстве между этими народами есть много отличий. И пользуясь случаем, Карлос Прада уточняет для себя особенности национальной работы колдуньи. Вот что я спросить хотел. Вы все это сами производите или закупаете у других людей? Амулеты покупаем. А вот все травки, фигурки – все свое. Столы сами собираем. Столом тут называют определенный набор растений, амулетов и продуктов для жертвоприношения. Его состав варьируется в зависимости от цели ритуала. Фигурки слеплены из сахара, крахмала или муки и яичного белка. На них делают оттиски или рисуют то, о чем просят пачамаму и духов предков. Все это по традиции должно быть разложено на белом листе. Однако Карлосу стандартный набор не подойдет. Для Донни Форте нужно собрать очень сложный стол. Вон тот, давайте достанем. Вот этот. Это полный стол. Сейчас посмотрим, что сюда входит. Вот суито. Суито. Так называют высушенный зародыш ламы и бикуньи. Этот непременный, хотя и не дешевый элемент серьезного жертвоприношения отчасти знаком нам по европейским сказкам, где ведьмы добавляют в котел сушеных мышей и жаб. В таком виде до наших дней дошли древнейшие верования о животных-посредниках между миром живых и мертвых. Самые древние мумии в мире появились в Анском регионе. Поэтому от этого отказаться местное население не может никак. Понятно, что сейчас никто не будет мумифицировать своих родственников умерших. Поэтому обращаются к мумификации вот этих неродившихся зародышей лам. Первый вопрос, который возникает, неужели их убивают специально? Но нет. Как оказывается, что огромный процент выкидышей у лам. И в результате рынки переполнены сушеными трупиками, в общем, всех размеров и на все вкусы. Донья Паулина немного похожа на искусную кулинарку, когда с гордостью перечисляет, что еще входит в состав любовно собранного ею стола для жертвоприношения. Вот жаба, это для денег, это для удачи в пути, это для торговли женщины в шляпе. Сюда же положу вам семь сил, вино в бутылке и ваша ламочка. К ламе непременно полагаются две ритуальные сигары. На стол идет и капал, ископаемая смола с дурманищем ароматом, ладан, неочищенный рис, овес, белые цветные нитки и даже сусальное золото – символ богатства. Для ант, известных своими золотыми месторождениями, эти лепестки – не самый дорогой компонент. Сколько весь стол будет стоить? Весь столик вместе с вашей ламочкой в 150 обойдется. 150 боливиана – это чуть больше 20 долларов. Сумма весьма солидная для простого боливийского крестьянина. Но так и ведьмин ремесло не всякому доступно. Говорят, что у вас аймарос – высокогорье. Чтобы заняться вашим делом, надо, чтобы человека молнией ударило. Как вообще у вас в лечебное дело приходит? Торговля ваша тоже ведь часть лечения? Да, это правда про молнию. Если во время грозы человека молнией ударит, то она ему даст силу, чтобы видеть все эти вещи. Ну и по наследству эта сила передается от предков. Ваши родители были целителями? Все были целителями. Или предсказывали по листу коки. Мне это перешло по наследству. У кого этого нет, никогда нашему делу не научатся. А женщины-целительницы есть? Те, кого молнией ударило? Да, кого молнией ударило. Поэтому у одной тут рука не работает после молнии, а другая косит все время вот так глазами. По-разному их молния отметила. Но так они получили силу, чтобы видеть все это. Это как дух, который их ведет? Да, дух. Энергия такая у них? Да. Добавив еще и мумию-поросенка для удачи в делах, оба специалиста по общению с духами складывают все компоненты белого, или иначе говоря, сладкого стола. Магические артефакты, разложенные колдуньей собственноручно, обретают еще большее могущество от ее заговора. Упаковав покупку, Дон Карлос продолжает свой путь. Невероятно, но незнакомые люди словно чувствуют в Доне Карлосе особенного человека и обращаются за помощью. Я тебе дам один совет. Когда ты сдавливаешь здесь, кровообращение нарушается. Поэтому, чтобы вылечить твой ушиб, вывиха-то у тебя не было, надо обеспечить хороший кровоток. То есть бинтовать не надо? Конечно. Тут слабенькую повязку можно или перчатку. С незапамятных времен считается, что хамперий-целитель находится в контакте с добрыми духами, ахауи-уевири и даже, может быть, одним из этих духов. И, судя по всему, современные боливийцы, как и их предки, способны опознать избранника ахауи даже в толпе. Сальтаки – это то, что соединяет на кечуа, как раз для ушибов, растяжений. А как это употреблять? Прямо на больное место класть? Верно. Измельчить, смешать с мукой, как тесто замесить. Ага. И вот эту припарку накладывать. Это очень fácil. Еще одно обязательное дело перед священным ритуалом – посещение древнего места силы под Ла-Пас – лунной долины. Ветер, дожди и вулканические выбросы много тысячелетий назад начали создавать неземной пейзаж. По преданию индейцев Аймара здесь обитают Ачачилла – мужские духи пропредков. Они вернулись из мира мертвых на землю, чтобы защищать и беречь людей. Там, где мир духов столь же реален, сколь и человеческий, неудивительны рассказы индейцев, будто они слышат и видят тут Ачачилла – седоборотых старцев в национальной одежде. Как бы там ни было, здесь даже самых далеких от мистицизма людей охватывает необъяснимое чувство умиротворения и прилива сил. Хампери используют эту поездку не только для общения с духами, но и для сбора трав. Прежде чем сорвать священное растение, надо заплатить за это листьями коки. На этих склонах укоренилось множество нужных Дону Карлосу растений. Некоторые настолько редки, что целитель не может поверить в свою удачу. Это растение очень мало, где можно найти. Оно очень редкое, хотя и эндемичное тут. Так что я очень аккуратно возьму чуть-чуть. Многие травники знают, как лечить этими пряными веточками респираторные заболевания. Однако от своей матери Карлос узнал секрет другого целебного эффекта. Добавляя ароматные листья и цветы в еду, можно легко избавиться от желудочных болей. Мы приготовим в Качабамбе суп из этого растения. Суп из андской муньи. Мы возьмем только необходимое, сколько сможем использовать за неделю. Нельзя набрать на месяц. Так что сорвем, сколько соответствует неделе. Вот это. Спасибо. Перед уходом Карлос Прада, целитель из племени Кечуя, прощается с землей Аймара. Она была благосклонной к нему. Открыла и позволила взять самые редкие сокровищ своего растительного мира. Хэмпери готов к завтрашнему трудному дню. Утром, будто врач перед выездом, Карлос привычно укладывает все приобретения в докторский саквояж. В данном случае кункунью – ритуальный платок из шерсти альпаки. Хоть составляющих и много, целитель собирается очень быстро, не забывая при этом о том, что традиция важнее комфорта. С этого момента пластиковые пакеты больше использовать нельзя. Они только для путешествий. Вот наш белый стол для сожжения. Его нельзя открывать до встречи с пациентом, поэтому нужна ткань для защиты. Хорошо, это есть. Далее берем листья коки для диагностики. Вот тари. Эта ткань называется тари. Сюда мы положим листья коки. Далее наступает очередь странного на первый взгляд набора инструментов и приспособлений. Трещотка чуль-чуль и летающая рыба. Шерстяная нить, ритуальный пояс и понча. Под конец укладываются спички, трава для сжигания, ладан. Отсыплем ладана в тутуму. Это тутума. И очень важный предмет курительница. Их у целителя несколько. Он сам их лепит из глины по образцу, который не менялся столетиями. Огонь – это всегда дым, это всегда ароматизаторы. То есть вот эти травки, тоже опять же, которые оказывают определенное воздействие и на психику человека. Это звуки. Например, специальные приборы, которые создают или ритмические звуки, или некое жужжание, которое тоже вот меняет состояние сознания человека. И он охотно верит в то, что происходит вот это изменение в лучшую сторону в его здоровье или в его психическом состоянии. Добравшись до дома Дони Форте, страдающей от неприходящего уныния, Дон Карлос немежко приступает к подготовке обряда. Донни Форте немного нервничает. Зато ее преданный пес, судя по всему, находится в полном душевном равновесии и гармонии с окружающим миром. Женщина должна самостоятельно обратиться за помощью к пачамаме, матери-земле. Считается, что только священные листья могут принять дыхание человека, открыть душу для контакта с невидимыми силами и сделать ее доступной влиянию хампери. Дон Карлос начинает церемонию очищения. Дон Карлос в Сибири Курения объединяют в этот момент целителя, Доню Форту и загадочный мир духов, создавая уникальное пространство, в котором происходит лечение. У индейцев Кечуа понятие духа Ахауи относится не только к внешним силам. У каждого человека есть еще и свой собственный дух. Неизвестно, в какой части тела он обитает, но поскольку общаются с ним тоже посредством дымов и запахов, хампери полностью окуривает пациента. Целитель постоянно контролирует состояние Дони Форте, задавая вопросы. Это несколько напоминает сеанс гипноза, когда гипнотизер оценивает степень погруженности подопечного в транс. Сейчас Дони Форта полностью расслаблена и едва реагирует на слова Карлоса. Значит, и плохой дух. Ахауиньянка, который завладел ее телом и подорвал здоровье, потерял силу. Его можно просто вытряхнуть. Этот прием резкого глубокого выдоха широко используется в популярных дыхательных практиках. Донья Форта быстро приходит в себя. Шерстяные нити закрывают женщину от внешних воздействий. Ее внутреннее состояние приведено в равновесие. Но она пока слишком слаба, чтобы его сохранить. Узлы будут оберегать ее в ближайшие дни. Финал церемонии заключается во вдыхании порошка из коры дерева юрума. Он подарит пожилой женщине чувство легкости в голове, а затем скорый и крепкий сон. Но только в том случае, если организм воспримет лекарство. Чихание свидетельствует о том, что добрый дух принят, а порошок будет работать. В работе целителя Хампери трудно разделить вполне объяснимую физиологию и явление сверхъестественного порядка. Здесь уверены в одном – чтобы помогать людям, когда травами, когда внушением, нужно быть избранным человеком. Человеком силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне стало лучше. Гораздо лучше. Я чувствовала холод. Долго все длилось, долго. Сейчас погуляю немного, потом буду отдыхать. Завтра тоже не буду ничего делать. Обед только приготовлю. Сын должен приехать. Донни Форти уже хочется остаться одной. Похоже, что ее страхи отступили. Сам целитель, однако, не слишком доверяет спокойствию, наступившему у его пациентки. Он назначает ей повторную встречу, чтобы завершить обряд. Его озабоченность вызвал так и недогоревший костер с жертвенным столом. Огонь – это символ очищения. Поэтому то, как ведет себя огонь, за этим наблюдают очень внимательно, это есть признак того, вот, правильно идет процесс или неправильно идет процесс. Как себя поведет огонь, уйдет ли все, вот это вот показатель того, что сработало или не сработало. Уже у себя дома сам целитель подтверждает важность ровного горения. Он ищет объяснение тому, что происходило с огнем во время церемонии печара. В начале вы видели, огонь погас, и как-то толком ничего не горело на нашем ритуальном столе. Тут два, может быть, объяснения. Или стол был слишком загружен белой мукой, сахаром и прочим. Это у Аймара так принято. У меня по-другому, по кечуа, ближе к природе. Или же причина в том, что она из-за своих религиозных убеждений, а она, евангелическая вера, не очень принимает андские ритуалы. Есть в церемонии еще одна деталь, самая сокровенная и важная. Нечто, что достается колдуну по наследству и скрыто от посторонних глаз. Но сегодня Дон Карлос решает приоткрыть эту тайну. В андской культуре большое значение имеет узел, который есть у каждого целителя. Узел – это ткань, в которую завязываются некоторые инструменты, нужные для лечения. Этот узел должен достаться по наследству. Это сокровенное, то, что никому нельзя ни брать, ни использовать. Можете посмотреть, но прикасаться нельзя. Вот главные – громовые стрелы. Это могут быть метеориты, упавшие на Землю с небес. У них много энергии. Сам Карлос получил эти метеориты от отца, а тот – от своего дяди. Дяди же, по семейному преданию, камни были посланы прямо с неба. Они упали, когда тот вывихнул ногу в горах, и сняли боль, позволив ему дойти до дома. Своеобразная приемная целителя полна склянок с высушенными растениями, настойками, порошками различного состава и назначения. И складывается впечатление, что это уже целая система научных знаний. Но, по мнению Карлоса, никакой лечебный эффект нельзя рассматривать по отдельности и вывести для этого некую четкую формулу. Невозможно поверить алгебре гармонию, созданную даром целителя и феноменами природы. Взять, например, кору того дерева, что мы тогда забрали в горах. Она лечит сто болезней. Сто! Очевидно, что это достаточно. Вопрос в том, как ее приготовить. И это приготовление будет разным у каждого целителя. И каждый знает множество способов. Все очень относительно. Современная наука часто не понимает эту нашу иную логику. Говорят так. Знахарь утверждает, что это растение лечит диабет. То есть, говоря научными терминами, снижает уровень сахара в крови. Растение несут в лабораторию. Хотя тысячелетиями мы его использовали для лечения этой проблемы, но в лаборатории оно с научной точки зрения не работает. Потому что в нем нет ни одного активного вещества, ни одного элемента, способного снизить уровень сахара. Что же произошло? Почему целитель может лечить им диабет? Это его сила? Это способ приготовления? Вопросы все еще остаются. Закончив работу, Хампери и Дон Карлос очищают уже себя от посторонней энергии. Если этого не сделать, то он и сам может заболеть. Особенно, если пациент, как Донья Форта, подсознательно противится лечению. Так что сейчас Карлос планирует просто отдохнуть. Работа позволяет ему жить, хоть и без роскоши, но во вполне уютном доме и в относительном достатке. Дети получают высшее образование и появятся только к вечеру. Жена занимается домашним хозяйством и ведет женские курсы домоводства. Двери дома Дона Карлоса всегда открыты для гостей. Мы здесь мочисты. Нет, шучу. Завтра моя очередь готовить. В обычном рационе семьи в основном традиционная растительная пища. Сегодня в питательную похлебку из зерен кинуа, матери всех семян, как ее называют инки, добавлена и трава мунья из лунной долины. Однако после церемонии Дону Карлосу требуется плотный обед. Мясо, чтобы не говорили о пользе вегетарианства, самый надежный источник энергии. Сейчас практически ничто не напоминает, что за столом не обыкновенный отец семейства, а человек, владеющий исключительными знаниями о мире духов и о силе растений из лесов предгорий Ант. В детстве мы всегда помогали родителям готовить лекарства, собирать травы, узнавать растения. Мы смотрели, как родители совершали обряды, и так учились. У нас было восемь детей, и, понятно, не всем было это интересно. А мне как раз было все это интересно, особенно то, что делала моя мать. Она была целительницей. И она будто выбрала меня в качестве ученика. Карлос получил множество целительских навыков от своих родителей, хотя не сразу понял, что именно ему суждено стать наследником дара своей матери. Он рано ушел из дома, много путешествовал по стране, пока не оказался в амазонском племени Ашанинка. И тамошний колдун заставил молодого человека пройти обряд посвящения, чтобы тот принял новые знания и начал, наконец-то, следовать пути избранного, предопределенному еще при рождении. Прирожденный целитель отмечен в первую очередь уже при родах, родами его матери. Он должен появиться на свет вперед ногами. Я тоже так родился. Но это только начало. Природная часть, рождение и так далее. Но потом, неожиданно, на своем пути начинаешь постигать секреты и силу природы. Поэтому, если у человека есть предназначение стать целителем, он использует свои внутренние ресурсы, данные ему от рождения, и знания, которые он получает со временем, о силах природы. Нельзя сказать, что целитель лечит только своей силой. Я думаю, что это сочетание силы человека и знаний. Хэмпери из племени индейцев Кечио Дону Карлоса Прада скоро 60. Но он не допускает и мысли, что достиг потолка в своем деле. Я не думаю, что работа целителя в какой-то момент может закончиться. Для меня, с моей точки зрения, практика прекратится только со смертью. Если будут силы, конечно. Я знаю, что я еще не закончил, поэтому буду продолжать работать, насколько хватит моей силы. Сил обязательно должно хватить надолго. Ведь люди приходят сюда каждый день с надеждой. Завтра Дон Карлос непременно добьется того, чтобы жертвенный костер спокойно угас, подарив Доне Форте окончательное исцеление. Он будет снова и снова разводить священный огонь ради всех, кто нуждается в помощи. Пока не придет время навсегда отдать свою силу детям. И пока солнце сияет над этими вершинами, пока в Боливии живут индейцы Кечуа и Аймара, здесь не исчезнут люди силы. Хампери. Хранители древних знаний, разговаривающие с духами Анг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова